Поклонская предложила дать россиянам право пересматривать законы. Поклонская предложила дать россиянам право пересматривать законы. 10.54.14 января 2020 года. РИА Новости, Владимир Федоренко, заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская. РИА Новости, Владимир Федоренко. Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская. Архивное фото. Москва, 14 января Новости. Депутат Госдумы от Единой России Наталья Поклонская предложила наделить россиян правом влиять на пересмотр или отмену законов и ввести для этого механизм петиции. Поклонская заявила, что получает множество писем с жалобами на законы, которые не устраивают граждан. Проще говоря, законы, мешающие людям жить. Например, бюрократические преграды для бизнеса. Из-за этих нерабочих законов, чаще их коряво исполняют на практике, предприниматели словно проходят полосу препятствий во время своей деятельности. Это вредит нашей экономике, не позволяет народу заниматься малым бизнесом и вообще быть самозанятыми, написала Поклонская в своем телеграм-канале. Она считает, что если старые законы мешают, их нужно пересматривать или отменять. 17 декабря 2019 года, 11.13. Выбор ее новости – главные события 2019 года в социальной сфере. Предлагаю наделить россиян таким правом. Как это будет работать? Во-первых, наши граждане имеют полное право подготовить обращения против закона, если он их не устраивает, пояснила депутат. Она добавила, что регистрация таких обращений могла бы вестись на портале Госуслуг. Никакой анонимности. Можно оформить заявку или отдать свой голос в МФЦ, если человек не может пользоваться интернетом. Так мы сможем защититься от хакерских атак и провокаций, отметила депутат. Вчера, 10.40. Социологи рассказали об ожиданиях россиян в 2020 году. В-третьих, когда петиция собирает 100 тысяч подписей, депутаты и сенаторы обязаны доработать или отменить закон, если он потерял актуальность. Либо же подготовить официальное объяснение, почему данный закон не нужно переделывать, написала парламентарий. Поклонская считает, что таким образом наладится диалог между властью и народом. По ее словам, граждане будут понимать, что их мнение является важным и что они могут влиять на жизнь в стране. Постараюсь со своей командой подготовить проект такого предложения, которое, конечно, должно получить соответствующую поддержку от экспертных советов и правительства, заключила депутат. 30 декабря 2019 года. 13.20. Что изменится в России? 1 января 2020 года.